Игорь, ну для начала хотелось бы услышать, чего сегодня не хватило нашей команде? Для того же, что не хватило на всех игр, которые мы проиграли. Я не знаю, в чем дело. Хотел бы извиниться еще раз, в очередной раз перед болельщиками. Так нельзя дома играть. Ну, в принципе, так-то сегодня и бились, и старались все. Нет никому претензий, но такие голы пропускаем. Это значит какая-то несобранность, неподготовленность. Не знаю, в чем дело. С большинством никак не ладится? Что делать? Ну, большинство, ну вы видели, что две штанги, перекладины, это тоже. Я не знаю, что у нас какой-то трог, я не знаю, мы не можем. Есть моменты, которые мы не можем забить. Надо, значит, больше работать. Сейчас есть у нас время отдохнуть и подготовиться к тем играм, которые будут предстоят нам в две дома, которые надо обязательно выигрывать. Во втором периоде случился неприятный и необычный такой момент. Сразу два подряд удаления заработали за нарушение численного состава. Как это вы рекомментируете? Ну, вот я говорю про это, что какой-то, я не знаю, что это такое, это рассеянность или как это называется, невнимательность, которую мы не имеем права делать так. Тем более у нас такие игры сейчас все от ножа идут, и такого не позволить. Мы это выставили, это большее меньшинство. К сожалению, мы сами не забили. Видимо, прерыв будет как нельзя кстати. Это все точно. Надо сбросить этот брус, который у нас есть, который вот эти игры мы проиграли все. Надо это все забыть, чтобы подготовиться. Как раз у нас столько дней на подготовку, правильное провести. И я думаю, что две игры мы проведем не как эти последние игры. Кого было бы благодарить трибуны после матча, а в ответ слышать не подвергте на шею? Ну, что теперь сделаешь? Это болельщики. Я их тоже понимаю, когда команда так играет. И ну что, не так играет, а так. Такой результат у нас. Я понимаю их очень прекрасно. Но они вправе так кричать. Ничего страшного в этом нет. Я еще раз извиняюсь перед ними. Следите вообще за тем, как другие команды? Конечно, следим. Сибирь, Адмирал. Ну, как вы думаете, следим мы или нет? Конечно, следим. Потому что сегодня и Борис уже выиграл. И мы скатываемся, не знаю там, на какое место уже. Будем ждать две игры эти, которые мы должны выиграть. После игры с Питером был такой более-менее оптимистический настрой, потому что казалось, что игра вроде бы начала получаться, а сегодня гораздо хуже. Ну, я не знаю, не знаю, что случилось. Надо забивать те моменты, которые у нас есть. Соперник использует все моменты, а мы, к сожалению, один момент у нас появился, мы забили. Ну, а другие моменты мы не забили, которые должны были забивать. Вот и в этом вся причина. Будем работать над этим в перерыве. Продолжение следует...